Дед Мороз Я люблю этот праздник. Какие еще ассоциации он у вас вызывает? Малыши, между прочим, тоже много интересного могут рассказать о нем. Как вы уже наверняка поняли, слово «загаданное» сегодня имеет непосредственное отношение к Новому году. От себя могу добавить, что это очень красивое зрелище, но опасное. Однако нам, детям, без помощи взрослых не справиться. Предлагаю послушать описание, которое дали малыши. Это такие технические штуки. А для чего же они нужны? Ну, чтобы или сделать что-то себе хорошее. Это когда поджигать, а потом выстреливают. Это такие ракеты, их надо запускать в небо. Можно на дом украшать и еще вешать на костюмы, на шкаф. Чтобы любоваться. И еще, чтобы смотреть на них. Был классный, зеленый, и желтый, и синий. Делают из зележек таких, их крашут фломастерами, а потом приклеивают такие наклейки. И получают такие. Он разноцветный, красивый, даже салют был, я видела сердечко. Для маленьких опасно, а для взрослых нет. Там пела тетя, песни всякие разные. И мама сфотографировала на телефоне. По словам Ярослава, ими можно украшать дома, автомобили или вешать на костюмы. Они бывают разных цветов. Красные, синие, желтые или зеленые. Диана же отметила, что это такие технические приборы, работающие от батареек. Их, оказывается, можно сделать самим. Для этого понадобится железо. А после все можно раскрасить фломастерами. Или просто наклеить наклейки. А Миша добавил, что это ракета, которую можно запустить в небо. Вот такое описание. Справятся ли взрослые? Смотрим. Гирлянда, наверное. Ёлочные украшения нет. Воздушные шарики? Нет. Ракеты? Наверное, скорее всего, что-нибудь такое. Разукрасить какие-нибудь. Ну, допустим, даже ёлку можно украсить чем-нибудь. Даже подделками какими-то. Шарики? Шарики? Нет. Лампочки вот эти, которые горящие. Самолётчики? Какие-то воздушные змеи обычно в небо запускают. Это гирлянды. Или ёлочные украшения, предположила Лидия. Воздушные шарики и ракеты, добавила Эльмира. Эти ответы неверные. Загаданное слово сегодня звучит так. Петарды. Давайте посмотрим на реакцию взрослых. После того, когда они услышали правильный ответ. Фейерверк, салют, петарды. Да? Серьёзно? Фейерверк? Ну, тоже весомен. Салют. Обычный, да? Поняла. Ну, возможно, да. Петарды. Это небесное представление всегда заставляет людей на площади замереть и устремить вверх восторженные взгляды. Сотни ярких светящихся точек взмывают вверх и расходятся с ферой. Вслед за ними вспыхивают багряные искры и тут же тысяча синих фиолетовых звёзд рассыпаются над головой. И они будто бы несутся прямо на тебя. Кажется, нет зрелища более завораживающего, чем фейерверк. Он способен придать торжественность и особую чарующую атмосферу любому событию. Уже совсем скоро мы вновь будем наблюдать это чудо. С наступающим Новым Годом вас, ребята, и, конечно же, взрослые. А сейчас смотрим мультфильм. И до встречи через неделю. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!